В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Ковидные выходные. Владимир Путин объявил нерабочую неделю. Назло вандалам. В надземном переходе на таможне заменили облицовку. Полувековой юбилей в Михайлове. Местный экономический колледж-интернат отпраздновал юбилей. Неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена в России нерабочий. Об этом сегодня на специальном совещании заявил президент страны Владимир Путин. Он поддержал предложение антипадемийного оперштаба ввести в стране своеобразный мини-локдаун из-за роста количества заболевших коронавирусом. Регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой могут вводить ограничения раньше, уже с 23 октября. Кстати, Рязанская область, число регионов со сложной эпид-обстановкой пока не входит. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение. Ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. На совещании с членами правительства глава государства потребовал поддержать бизнес, который в нерабочие дни будет терять по 4 миллиарда рублей в сутки. Также Владимир Путин назвал отказ от вакцинации странным и призвал граждан активно прививаться. В Верхнем городском парке массово срубают деревья, но не все, а только больные. По результатам обследования принято решение о необходимости вырубки 80 стволов, в том числе 76 многолетних засохших ясеней, зараженных узкоколейной изумрудной златкой, 3 сухих клена и 1 сухой липы. Что появится на месте, расскажем далее. Вот этот погладитель сухостоя или попросту дробилка греметь в Наташкином парке будет до конца недели. Слишком много работы. Шутка ли? Превратить в опилки сразу 8 десятков стволов. Причина для этого весомая. С 19-го года деревья по городу стали болеть. В основном это ясеня. Уже несколько раз говорили и продолжаем говорить, что у нас вот завелся вредитель, златка. Ясеня у нас может по всему городу видеть, да, действительно засохли. Этому же подверглись и деревья в Верхнем городском парке. Вместе с комиссией, с экологами, с депутатами, с жителями ходили, составляли акты вот именно о состоянии зеленых насаждений. В акт вошли порядка 80 деревьев, из которых 77 – это ясеня. Основную массу сухостоя уже порубили на поление, ветки в измельчитель. Кстати, в том, что некоторые деревья действительно сгнили изнутри, мы убедились воочию. Видите полости внутри стволов? Там была труха. После окончания тотальной зачистки на месте корчевания появится новая зелень. Около 700 кустарников и 50 деревьев. Все деревья закрыты корневой системой, которые высаживаются вплоть. Ну, главное, чтобы был не мерзлый грунт. Грунт сейчас нам это позволяет. Видите, происходит планировка, завозим новый свежий грунт. То есть посадкам эта погода в настоящее время для нас не преграда. И, кстати, деревья в парке обещают высадить уже ростовые, а не саженцы от двух метров и выше. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Надземный пешеходный переход у остановки таможни в Рязани снова на реконструкции. Правда, речь идет не о перестройке, а всего лишь о замене покрытия. Валерий Седов побывал на месте событий и теперь точно знает, каким переход станет после реставрации. Стоит ли ждать ограничения движений? Прозрачный, как стеклышко. Именно таким будет надземный пешеходный переход у остановки таможня. Старое покрытие из поликарбоната меняют на новое. Работы обещают закончить за три недели. При этом сам переход перекрывать не будут. Максимум ограничат движение по дороге, когда будут менять центральную часть. Да и теперь можно точно сказать, что внутри перехода засияет солнце, которое покрытию не навредит. Он со специальным покрытием, солнцезащищенный материал, то есть он более долговечный. Плюс у нас осталось его в принципе в России не так много производителей, потому что материал очень специфичный сам по себе. И конкретно вот этот поликарбонат, он полностью заказная позиция, потому что все размеры нестандартные. Старый поликарбонат здесь установлен еще с момента открытия. И тогда, и сейчас это было модно. Впрочем, вандалам тоже нравится. Пахабными надписями разрисовывают регулярно. Да и сами так называемые стекла сильно помутнели. И было принято решение все поликарбонатное покрытие заменить. Сами видите, в каком состоянии поликарбонат. Это произошло как раз из-за того, что его периодически разрисовывают. То есть если поликарбонат, вот сейчас стирать эти надписи, которые есть, то химия разъест. И поликарбонат будет опять такой же, как вот он есть старый. Из-за этого мы решили, то есть уже некрасивый и вид некрасивый. Хотелось бы привести все в порядок. Работы стартовали во вторник, 19 октября. Подрядчики поменяли часть окон на лестничном пролете. И показалось, на этом пока можно остановиться. Но с утра реставраторов ждал неприятный сюрприз. С утра, когда мы подъехали сюда, ну и проверка у нас была, и посмотреть, как идут работы. Мы увидели, что новый поликарбонат весь исписан надписями. Граффити, непонятные цифры и сигнатуры. Теперь это появилось и на новом поликарбонате спустя всего лишь сутки. Видимо, вандалам не столь важно, где именно рисовать. Нужен только белый лист, чтобы пометить территорию. Любая краска, также маркер содержит растворители. Ну, соответственно, любой растворитель с пластиками, с полимерами, то есть, наносит ущерб. Какой конкретный искус зависит, как конкретно уже от того, чем его разукрасили. Проблема в том, что из-за таких художеств весь поликарбонат в скором времени из прозрачного вновь превратится в пыльный. Вся химия, которой на нем рисуют и которой надписи стирают, оставляет на материале свои следы. Но сохранить прекрасный прозрачный вид надземного перехода можно, говорят специалисты. Нужно только поумерить кое-кому свое желание испортить что-то прекрасное. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Михайловский экономический колледж-интернат отметил свой полувековой юбилей. На праздники в честь юбилея студенты с ограниченными возможностями, а именно их обучают в заведении, подарили гостям творческие подарки. О том, как прошел праздник в нашем репортаже. Михайловскому экономическому колледжу-интернату 50. Его основная задача – обучение и реабилитация инвалидов. Здесь студенты получают социально-психологическую и медицинскую помощь. Большое внимание уделяется студентам-колясочникам. Сегодня в колледже активно внедряют новые технологии и открывают дополнительные факультеты. Гостиничный сервис, информационные технологии как раз из таких. Хочу пожелать больше радостных дней. Безусловно, ребятам хочу пожелать то, что хотят донести уважаемые преподаватели. Вы брали слегкой и приумножали это в дальнейшем в жизни. Потому что стране, области, району нужны сильные специалисты, которые могут давать возможности нашей стране. За полвека путевку в жизнь получили больше четырех тысяч с половиной человек с ограниченными возможностями. Помимо традиционных методов обучения в Михайловском колледже активно применяют и современные. Например, внедряют мультимедийные информационные технологии. Уважаемый студент, я желаю, чтобы вы сохраняли те традиции, которые закладывались на протяжении 50 лет, чтобы эти традиции только пополнялись. Я желаю вам быть благополучными, успешными, чтобы вы, так же как выпускники прошлых лет, а их четыре с половиной тысячи почти выпустилось в нашем учебном заведении. И они успешно работают в современной России, чтобы вы были достойны. И мы через какое-то время говорили и гордились вашими успехами, и говорили о нас. Ежегодно на учебу в колледж-интернат поступает свыше 160 студентов. Выходят готовыми специалистами. И вовсе не удивительно, что выпускники Михайловского экономического колледжа-интерната востребованы на рынке труда. Они занимают руководящие должности, успешно работают бухгалтерами, экономистами, менеджерами, активно открывают свои фирмы и занимаются частным бизнесом. В общем, живут полноценной жизнью. Герман Гущин, телекомпания «Город», при содействии телеканала Михайлов ТВ. Взрывотехники Рязанского ОМОНа Росгвардии прошли проверку на прочность. Это молодежный интернет-проект, в котором зрители знакомят с разными профессиями. В этот раз с артиллеристом. В связи с высокоопасностью повредить слух популярным артистам было принято решение отойти от правил программы и пригласили в качестве гостя более подготовленного человека. Мы находимся в гостях по артиллерии Росгвардии. Стрельба будет из минометов. Место действия – полигон Тесницкий Рязанской области. Здесь военнослужащие минометного дивизиона «ОДОН» имени Взержинского и взрывотехники нашего Рязанского ОМОН Управления Росгвардии работают плечом к плечу. Правда, учения не военные, а вполне обычные. Свои ряды отряды особого назначения на сутки приняли военного журналиста. Вместе они расскажут о тонкостях работы артиллеристов и сами проверят себя в роли наводчика и стрелка. Телекомпания «Город» неоднократно снимала репортажи с рязанским отрядом разминирования ОМОН. Рассказывала о тонкостях и сложностях их работы. Эти выпуски, как и сюжет грядущей передачи, можно найти на видеохостинге YouTube. Валерий Седов, телекомпания «Город». Жестким и бескомпромиссным выдался матч между соседями по турнирной таблице «Алипфанел-2», «Рязанью» и «Курским авангардом». Семь желтых карточек насобирали команды за грубую игру, а исход поединка решил всего лишь один забитый мяч. В то, что матч будет жестким и бескомпромиссным, и «Рязань», и «Курский авангард» дали понять уже с первых минут. Футболисты не стеснялись идти в прямые стыки, часто на грани, фалили в центре поля, срывая друг друга атаки. Забегая вперед, можно отметить, что «Горчичник» орбиту пришлось доставать аж семь раз. В общем, это был настоящий мужской футбол. У нас есть еще группа молодых футболистов, наверное, такие игры не играл никогда, но для них будет хорошая школа, хороший урок. Если они вырастут, мы будем очень счастливы, довольны. Пока остались на своем месте, надо выигрывать игры, выигрывать игры, чтобы заходить в четверку. Что же касается самой игры, то в пылу борьбы на подступах в штрафную ошибались обе команды. До реальных угроз дело не доходило, и у хозяев, и у гостей защитные редуты выглядели неприступными. Но на 36-й минуте брешь. В обороне гостей хозяева все-таки нащупали. Константин Котов разрезающим пасом вывел Илью Федорова на рандеву с голкипером «Авангарда», и форвард в касание закрутил мяч в дальнюю от себя девятку. 1-0. Илья мог стать антигероем матча. На 59-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален. Но преимуществом гости не воспользовались. Первый тайм складывался достаточно удачно. То, что мы планировали, мы выполнили. И высоко накрывали, и создали несколько моментов. К сожалению, не забили второй гол. После удаления стало тяжело. Ну и очень благодарен ребятам, потому что сыграли дисциплинированно, надежно. Только браво. После второй домашней победы к ряду рязанцы укрепились на пятом месте, причем от лидерства их отделяет всего 4 очка. И уже после следующего матча с пензенским «Зенитом» вполне можно рассчитывать на движение вверх по турнирной лестнице. Главную же задачу первого этапа – быть в шестерке. Рязанцы уже, похоже, выполнили. Максим Васильев, телекомпания «Город». Банк России выпустил в обращение памятные монеты с изображением персонажей мультсериала «Маша и Медведь». Серебряную номиналом 3 рубля и 25-рублевку из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием. На Аверсе, собственно, сама Маша и ее Медведь. Напомним, показ анимационного сериала «Маша и Медведь» стартовал еще в 2009 году и сегодня бьет все рекорды популярности не только в нашей стране, но и во всем мире. Секрет его успеха в том, что ситуации и переделки, в которые попадают персонажи мультсериала, близки и понятны жителям любой страны, на каком бы языке они ни говорили. Монеты с Машей и Медведь доступны к покупке с 19 октября. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!